Добрый день, начинаем нашу пресс-конференцию. Сегодня у нас в студии наши гости Равеля Хайдаровна Сафина, заместитель заведующей Центром по возрождению и развитию национальных культур, и Ахмедулов Ревгат Файзулович, заместитель председателя исполком Ульяновской областной татарской национальной культурной автономии. Здравствуйте. Сегодня мы здесь собрались, чтобы обсудить предстоящие несколько мероприятий. Это областной Сабантуй, который пройдет 1 июля, и Всероссийский фестиваль татарского фольклора Тугарен Уэн. Давайте, наверное, начнем с последнего. Расскажите, пожалуйста, общими словами, что это за мероприятие, когда оно будет проходить, в чем главный посыл его. Здравствуйте. Еще раз вот это наше детище, можно сказать, это межрегиональный фестиваль, фольклорный фестиваль Тугарен Уэн. 10 лет тому назад это зародилось в Старой Кулатке. Они сами как-то это придумали и дали старт этому мероприятию. И вот в этом году 10-й, юбилейный, опять возвращается в Старую Кулатку. Значит, по регионам прошлись и возвращается в Старую Кулатку. Это начнется 28 июня, будет 29, 30, это значит галаконцерт и районный Сабантуй. 28 заезд участников фольклора, фольклорного фестиваля, и регистрации, и просмотры там будут, конкурсы. 29-го будет конкурс и концерты по пяти селам района, и 20-30-го победители галаконцерт, это будет районы Сабантуй, на этом Сабантуй будет галаконцерт и награждение победителей и отъезд. А сколько, есть понимание по участникам, это будут Ульяновские или из других? Нет, приедут из 60 регионов Российской Федерации, в том числе и Ульяновская область, предоставят этот Старку Латкинский район, фольклорный коллектив Чишмя и Новомолоклининский район, фольклорный коллектив Ах Абиляр Белые бабушки. Другой фестиваль Сабантуй в этот раз будет проходить в Ульяновске, расскажите, что он нам готовит, какие новые площадки будут, потому что до этого... Это не фестиваль, а народные гуляния, народные гуляния, Ну да, народные гуляния, народные праздники. Сабантуй, областный Сабантуй. Сабантуй – это татарский праздник, по-моему, все знают, что это хороший праздник, добрый праздник, зародился он уже никто не знает, когда, видимо, тогда, когда первобытные люди перешли к землепользованию, когда появился плуг. Являясь традиционным, он имеет очень много черт своих, как говорится, или мероприятий, которые проходят на Сабантуй. Вот издревле – это был праздник завершения весеннего сева, когда крестьянин, пропахав около месяца, вспахав, посеять, отдохнуть собрался. Это был общедеревенский, не только общедеревенский, а праздник всей округи, и проходил в селах он по несколько дней, люди отдыхали, веселились, мамы девушек присматривались будущим зятьям, значит, мамы юношей будущим снохам, юноши хотели показать свою силу, юдаль, девушки свое мастерство, проворство, красоту. Вот многие эти черты остаются, но знакомиться сейчас не обязательно на Сабанту и в других местах, как говорится. А тогда это было место общего праздника. Борьба – это обязательный атрибут. Бега – тоже обязательный атрибут. Народные игры – обязательный атрибут. Вот, значит, что-то новое мы вносим, но все-таки бережно храним то старое, древнее, значит, и вот даже нас вот поправили, мы хотели выставку ретроавтомобилей сделать. Говорит, боритесь, скачите, играйте, нам так было подсказано. Обычно на площадке ипподром и парк Победа, вот на ипподром мы вышли 10 лет назад, 10-й юбилейный, так сказать, ипподромный этот Сабантуй будет. На траве, на природе, вольготно, места много, площадка собирает обычно 25-30 тысяч, кто приходит, кто уходит, и все. Вон, татарский по названию, по сценарию, ну, там люди всех национальностей. Татары радуются, гордятся, что на их праздник пришли гости разных народов. И в этом году мы приглашали руководителей всех общественных организаций национальности, которые зарегистрированы как общественные организации, самих руководителей, их представителей, делегаций, то есть надеемся, что праздник пройдет, как всегда, весело, радостно. — Помимо каких-то народных гуляний, про которые вы рассказывали, народных обрядов, какие еще площадки будут на Сабантуй? — Давайте я вот продолжу. Ревкат Файзович, Сабантуй, как Ревкат Файзович сказал, на двух этих площадках городской ипподром и Победа, парковская зона и ипподром. На ипподроме будет у нас центральная площадка, где будет торжественное открытие, потом концертные награждения, там концертные программы, рядышком национальные игры, рядышком борьба и переходим в зону парка, там у нас детский Майдан, детский Майдан, где танки, это детский Майдан, дети выступят, потом это превратится на «Играй гармонь», где бизнес-инкубатор у нас народные таланты, там у нас выступят самые такие лауреаты, победители муниципальных образований, коллективов, и этот Майдан, эта площадка превратится на открытый микрофон. У нас татары очень талантливы, не только татары, там на Сабантуй придут все национальности, кто захочет, они там будут выступать. Еще у нас будет работать Кемит, это у нас карусель 19 века, карусель не автоматически, а механически, там ребята толкают и крутят этот карусель, и барабанчики играют, это живая музыка, и дети могут развлекаться, и могут взрослые тоже садиться и развлекаться. Вот еще хочу сказать, мы сегодня как раз выходим собирать подарки для Сабантуя, это называется дары Сабантуя, это раньше в деревнях таки ходили, раньше праздника Сабантуя не было бюджета, это на народные вот эти подарки все это происходило. Мы хотим возродить эту традицию, мы выйдем сегодня в украшенных лошадках, с гармошками, с песнями, вот в национальных фольклорных костюмах, вот пойдем на северную часть нашего города и будем собирать дары Сабантуя. Это по городу Ульяновску сегодня? По городу Ульяновску, не всему пока в этом году эта часть севера мы возьмем, а вот на следующий год мы как раз хотим объявить конкурс на лучшие вышитые вышитые полотенца для Батыра Сабантуя и вот будем тоже это чествовать на следующий год на Сабантуе. А во сколько открытие, про которое вы сказали? Дары Сабантуя? Нет, вот сам Сабантуя. А, Сабантуя у нас начинает работать уже, вот это продажа, выставка продажа, все развлечения начинают работать с 10 часов, а торжественное открытие с 11 часов. И до пяти, до бесконечности, а так-то... Нет, мы официально закрываем 17 часов, а танцуют, дискотека молодежная продолжается, пока не разойдут, это темно, как правило. Народные гуляния идут по всему парку, по ипподрому, очень красиво и классно, весело. Смогут ли гости из других и муниципальных образований и вообще из других регионов приехать в Ульяновск? Конечно, конечно, у нас куратор, вот уже который год, куратор нашей области, нашего Сабантуя, это Буинский район, республика Татарстан, они вот исправно приезжают, очень большим коллективом, 250 человек, они нам готовят пролог, они готовят нам концертную программу, берут на себя национальные игры, и к нам приедут руководители автономии из Пензенской области, из республики Чувашия, из Башкорстана и еще Нижнего Новгорода, по-моему, приедут гости. И не только, у нас, предположим, на ипподроме Бега, с Чувашии, с лошадями, значит, с Татарстана, с Пензенской области с лошадями, аналогично борцы также, значит, которые хотят помериться, ну и самой главной нашей радостью является то, что практически каждый муниципальный район Ульяновской области приезжает с подворьем, своими артистами, своими спортсменами, то есть и руководитель делегации от администрации. Большинство районов, вот у нас обычно сельских районов 21, то 18-19 районов, как правило, привозят по дворе, которые мы обходим, определяем места, значит, призы победителям, народу много будет. В этом году сколько человек планируете встретить? Так, мы планируем 30-35 тысяч человек. Это самый масштабный, обширный праздник. Это учесть трудно, там есть у определенных организаций методика подсчета, так сказать, мы же не можем сидеть и подсчитывать. Вот мы когда спрашиваем, говорят 30-35 тысяч, а вот в 2009 году был Сабантуй федеральный у нас. Кстати, Сергей Иванович Морозов, наш губернатор, дал заявку, просьбу Всемирный Конгресс Татара о проведении федерального Сабантуй в 22-м году. Так вот, в 2009 году была определена цифра 50 тысяч участников. — Спасибо. А такой еще вопрос. Насколько важны и Тагурек Уэн, и Сабантуй для татарской автономии именно в Ульяновске? А вообще часто посещаются такие мероприятия? — Надо сказать, что у татарского народа праздников очень мало. Это вот главный праздник татарский, национальный праздник, не религиозный, а национальный праздник Сабантуй — это основной. Нас говорят так, что до Сабантуй татары полгода готовятся. Как они встретят Сабантуй, с кого пригласят, с кем будут общаться, какой это самый репертуар, а потом полгода рассказывают, как было хорошо. То есть Сабантуй круглый год. — Надеемся, так будет-то в этом году. — Обязательно. Таким будет. — У нас Сабантуй — это областной, он практически завершающий, в большинстве муниципальных образований у нас проходят, прошли, еще и пройдут практически где-то 25-27 праздников Сабантуй состоится в Ульяновской области. Мы благодарим всех руководителей муниципальных образований. Вот в двух у нас, правда, вот на протяжении многих лет мы пока не можем как-то получить разрешение на проведение Сабантуй — это в Новоспасском и Цельнинском районе. Руководители почему-то не идут навстречу татарской общественности, говорят, вот, а мы проведем праздник дружбы народов. Ну, не может один праздник заменить все там Сабантуй, Акатуй, Мордовский, Шумбрат, там, Армянский, Азербайджанский, праздники, праздники должны быть все, а потом уже праздник дружбы народов. Мы за дружбу народов, но Сабантуй должен, пришедший нам из тысячелетий, он должен жить. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию. И вам спасибо. Это для истории или будет показано? Будет показано. У нас на нашем портале. Спасибо. Спасибо. Спасибо.